Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим об эпохальном событии, которое происходит раз в 10 лет. И это не какая-нибудь комета, которая пролетает миллионных километров от Земли, а новый рейндж-ровер. Ютуб уже пестрит видео про эти машины, так давайте сегодня и поговорим о нем. Вообще, это видео должно было быть совсем иным. Я, как бренд-амбассадор марки Land Rover, был приглашен на закрытый показ нового кузова, который, кстати, теперь носит индекс L460 после L405 предыдущего. Но из-за ковидных мер я получил смс о том, что все откладывается на неопределенный срок. Поэтому обсудим новый рейндж по видео из официальной презентации. Саму презентацию я комментировать никак не буду, скажу лишь, что она была неплохая, но до презентации Apple Land Rover как до луны. Давайте про саму машину. Многие ругают кузов в том, что он очень похож на предыдущий. Но это не совсем так. Во-первых, то, что он предельно узнаваем и похож силуэтом, это хорошо. И называется преемственность поколений, которая прослеживается, начиная с самого первого рейндж-ровера, который показали около 50 лет назад. Во-вторых, все кузовные элементы выполнены в совершенно новом стиле. Очень необычно и технологично. Чего на первый взгляд не скажешь. Подробнее об этом чуть позже. В-третьих, а чего вы ждали? Что вам сейчас выкатят космолет? Но ведь это почти так и есть. Давайте начнем про дизайн экстерьера. Посмотрите, насколько гладкий, лаконичный, простой дизайн. Здесь нет выпирающих частей вообще. Это вам не BMW, где множество грани и воздухозаборников. Это премиум. И по нему сразу видно, что автомобиль предельно дорог. Но давайте в деталях. Меня больше всего удивили несколько вещей. Например, между стеклом и панелью двери нет молдингов. Вы посмотрите, насколько необычно это смотрится. Еще очень необычно, что стекла сбоку переходят как бы в одно в другое, без выпирающих частей. Вся боковина остекления полностью гладкая. Я уверен, что это очень хорошо скажется на шумоизоляции и завихрениях ветра, которые добавляют шума в салон. Такого еще никогда не было в автопроме. Сам дизайн предельно гладкий и зализанный, если так можно сказать. Еще обратите внимание на то, какие маленькие зазоры между всеми кузовными панелями явно с технологиями производства поработали. Ну а если про общий вид, то это исключительно вкусовщина. Мне, например, очень нравится, даже задняя часть. Кстати, в Land Rover остались верные традиции. Мы сделали заднюю дверь так же двухстворчатой, как и была на прошлых поколениях. Более того, небольшая пасхалочка для тех, кто знает английский. У Land Rover багажник называется METRON, как в большинстве автомобилей, от TAILGATE. Круто, не правда ли? Давайте немного нарушим последовательность презентации и поговорим о технической части. А потом перейдем к самому важному, что есть у Land Rover, салону. Итак, впервые на марке Land Rover появились такие инновации, как задняя подруливающая подвеска. Колеса, в зависимости от скорости движения, могут поворачиваться на угол до 7 градусов, либо в противофазе с передними, либо в одну сторону. Это уменьшает радиус разворота такого огромного автомобиля до 11 метров, что, в принципе, очень неплохо. Помогает на бездорожье, если вам надо объехать какое-нибудь препятствие, или, наоборот, не угодить в колею. А на большой скорости улучшает управляемость. Далее, появилась 48-вольтовая сеть, что обеспечивает работу всех электронных помощников, таких как система подавления кренами, которая стала теперь в два раза мощнее и развивает 1400 ньютон-метров, пневмоподвески и так далее. Интересно, будет ли она работать так же, как на современных Мерседесах, с моментальным поднятием и опусканием, и, возможно, даже с прыжками для улучшения внедорожных качеств. Также на автомобиле, на всех стойках, стоят специальные датчики вибраций, которые позволяют регулировать амортизаторы так, чтобы уменьшить раскачку и снизить вибрации кузова. Этому также способствует увеличение жесткости кузова на 50%. Но это все, конечно, здорово по сравнению с предыдущими поколениями Range Rover. Но это уже было в автомобильном мире. Что же нового нам из техники принес новый кузов, столь важного для индустрии автомобиля? Все-таки Range Rover – это некий вектор люксового внедорожника, на котором ездят все звезды, миллионеры, да и просто богатые люди, которым нужен большой, практичный, комфортный и люксовый автомобиль. Если честно, то без проверки на дорогах пока непонятно. По технике ничего нового особо нет. Но с другой стороны, разве Range Rover должен быть инновационным? Решать, конечно, вам, но мне кажется, что решения, проверенные временем и сделанные лишь чуть удобнее, ничуть не хуже бесполезных и ненадежных инноваций. Что ж, давайте от лирики к моторам. А тут есть, правда, один очень интересный нюанс. Итак, барабанная дробь, Range Rover снова вернулся к моторам BMW. Да, вам не послышалось. Спустя 20 лет с момента установки мотора M62TU на Range Rover в кузове L322 в 2002 году, мы с вами снова в 2022 году получим Range Rover с мотором N63TU3 от BMW. Именно такой же, как ставится на BMW 5-й серии в кузове G30 или на X5 в кузове G05. Кстати, стоит сказать, что это уже достаточно надежные битурбо-восьмерки, в отличие от первых генераций этих же моторов. У них нет проблем с турбинами, задирами и так далее, что было неминуемым лет 10 назад, когда эти моторы только появились. Ну так вот, теперь вместо каноничного, но совершенно устаревшего 5-литрового компрессорного 575-сильного монстра, мы получаем 4,4-литрового турбированного монстрика на 530 сил и 750 ньютонов момента, который позволит разогнать огромный внедорожник до 100 км в час за 4,6 секунды и при этом быть более экономичным, нежели 5-литровый мотор. Напомню из личного опыта, что прошлый рейндж-ровер в кузове L405 с 5-литровым мотором по городу потреблял порядка 19-22 литров на 100 км. В этом же обещают вообще 11 с копейками, но по факту думаю, что будет порядка 16-17. Остальная гамма двигателей выглядит так. Трехлитровый дизель, причем рядный шестицилиндровый, который вроде как лишен проблем с вкладышами и коленвалами, имеет две версии на 249 лошадиных сил и 600 ньютон-метров, а также 350 лошадиных сил и 700 ньютон-метров. Трехлитровый бензиновый мотор также шестицилиндровый, мощностью 360 лошадиных сил и 500 ньютон-метров. Также немногим позже будет ПХЕВ, так называемый мягкий гибрид, с запасом хода уже 100 км, а не 50. Причем будет он уже шестицилиндровым трехлитровым бензиновым мотором, в отличие от прошлого поколения с двухлитровым экобустом. А в 2024 появится первый полностью электрический рейнджовер. Кстати, масса автомобиля практически не изменилась, несмотря на то, что он подрос на 5 см и составляет все те же 2,5 тонны, в зависимости от мотора и комплектации. Версия Long на 20 см длиннее, как и в прошлом кузове. Ну что же, пора и в салон. Итак, салон переработан полностью и сохранил очень мало стандартных для рейнджовера черт. Начнем с хорошего. Теперь сиденья снова выглядят круто. Вместо бабушкиных кресел, которые начали устанавливать с последним рестайлингом 2018 года на прошлый кузов, теперь красивые мультиконтурные современные кресла. Теперь приборка выглядит современно и круто. Она как будто бы висит над рулем и выполнена уже по современным технологиям с большим разрешением экрана. Выглядит все это очень здорово. Монитор мультимедийной системы теперь просто огромный, а сама PV Pro, а именно так называется последняя генерация на ландровере, работает вроде как очень неплохо. Хотя мультимедия никогда не была сильной стороной британских внедорожников. Самое большое разочарование это переехавшие вниз, как на всех обычных машинах, блоки управления стеклоподъемниками с верхней части двери. Так было на всех ранджах последние лет 20, а тут инновация. Еще хотелось бы сказать про керамику. Да, ландровер пошли по пути BMW и сделали опцию, которая добавляет керамические элементы управления в салоне. Только теперь они кристально-белые. Решение спорное, причем керамика это конечно прикольно, но не белая. На BMW-то ставят черную и смотрится это гораздо интереснее и менее чужеродно. Также стоит отметить новые материалы отделки в салоне. Один из них наиболее интересен. Ощущается как очень дорогая и качественная кожа, а на самом деле сделана из переработанных пластиковых бутылок из океана. Здорово, что хоть кто-то задумался об очищении экологии при производстве автомобилей. Вообще впечатления салона двоякие. С одной стороны все красиво и качественно, а с другой стороны убрали всю сложную архитектуру, типа выдвигающиеся шайбы переключения передач, управление климатом, врезанные в экраны, изменяемые наклоны экрана мультимедиа и так далее. Теперь интерьер с самого дорогого внедорожника выглядит как из Икеи. Про салон дальше говорить сложно, разве что стоит отметить еще одну фишку – автоматическое открывание и закрывание дверей с кнопки. Причем во всех дверях теперь установлены парктроники, чтобы автоматически не повредить двери, стоящие обрядом машины или стены. Такое есть только на Rolls-Royce. Давайте же подведем итог столь эпохального события, как появление нового флагмана марки Land Rover. Автомобиль получился очень интересным, гораздо более современный по сравнению с предыдущими Range Rover. В меру роскошным. Но все-таки мы, как фанаты марки, ждали чего-то большего. Согласитесь, технологии, которые появились в нем, это очень круто. Но мы их где-то уже видели, а вот инновациями пока не сильно пахнет. Есть небольшое дуновение новых технологий, но лично я ждал урагана эмоций, которых не получил. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, впереди у нас еще много интересного. Пока!